Дорогие друзья, как вам уже известно, в Одессе прошел мессианский еврейский ретрит. И темой была пастырь и его команда. Знаете, для вас это очень важно, и для нас это было очень важно, но многие писали нам, что не смогли приехать. И по этой причине мы даем возможность этому видео быть в доступе каждому пастырю, каждой команде, чтобы мы строили Царство Небесное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я хочу небольшое исследование сделать сейчас. Сколько из вас пастыра здесь? Дайте я посмотрю, если вы здесь пастыра. Очень хорошо. Сколько из вас ведут служение? Вы не пастыря, но вы ведете или молодежное, или воскресное, или любое служение. В цепях. Женское служение. Любое из служения. Лидеры прославления. И у меня также, чтобы у меня сложилась идея, с кем я разговариваю. Хорошо? Прежде чем я начну говорить, я хочу поприветствовать вас от лица пастыра Роберта Морриса. И также от имени старейшин нашей церкви, Гейтвей. И я не просто так говорю. Потому что я на самом деле разговаривал с пастырем Робертом. И я спросил лицо к лицу. Пастырь Роберт, когда я разъезжаю по Европе, Я хочу лично от вас приветствия передать людям. И он сказал, Джон, ты можешь передать в каждую церковь личное мое приветствие в те церкви, куда ты придешь. И каждое служение, где ты будешь говорить. И я хочу сказать вам, что если бы пастыр Роберт был бы здесь, он бы вас поприветствовал лично. Второе. Я хочу провозгласить нечто над каждым лидером здесь, в этом зале. И надеюсь, что это будет такое провозглашение, о котором вы будете думать, ну, еще рассуждать о нем. Потому что бывает такое, что, являясь лидерами, у нас мы сталкиваемся с трудностями. Покажите мне руками, кто проходил через трудности. Кто-то есть, которые проходили через трудности. Хорошо. Большинство сидящих здесь проходили через трудности. Вы сейчас не поднимите руку, но подумайте об этом. Когда вы переживаете или проходите через трудности, Думали ли вы, была такая мысль, что если бы у меня было вот это, Или если бы я имел вот это, Или вот если бы у меня было то, чего у меня нет на этом периоде, То у меня бы обязательно получилось. Я бы прошел бы. Есть люди такие? Если бы у меня был один лидер, Если бы еще один лидер был, Если бы у меня больше тысячи гривен было, Сто тысяч гривен было бы. Вот если бы у меня было круче здание, Если бы у меня был больше зал, Если бы у меня было намного больше последователей, Таких, которые верных, посвященных, Будучи являясь лидерами, у нас есть такие мысли, не правда ли? Особенно когда у нас трудности. Но что книга в Ефесянам первая глава говорится? Говорит, что вы посажены со Христом на небесах. Правильно? В Ефесянам первой главе Написано, что через Иисуса Вы Посажены с Ним на небесах С Богом В небесных местах Хочу задать вам вопрос Есть ли у Бога недостаток в чем-либо? Нет? А где вы посажены? В небесных местах С Богом На небесах Правильно? Это то, что Библия говорит И вот декларация В чем заключается Я хочу, чтобы вы повторяли за мной, если вы сможете Я лидер И у меня есть все необходимое Чтобы делать все, что Бог мне доверил делать Я лидер У меня есть все, в чем есть нужда В чем я нуждаюсь Чтобы делать все, к чему Бог меня призвал делать Это правда? И следующий раз, когда у вас будут проблемы Проблема это не то, что тебе не хватает Проблема это что ты делаешь с тем, что у тебя есть И для того, чтобы сделать лучшее с тем, что у тебя есть Это поблагодарить Бога за то, что у тебя есть Наличие Сколько из вас знает, что изменение в перспективе Изменяет все Изменение в перспективе Изменяет все Вот второе провозглашение, которое я хочу провозгласить над вами Моему сыну Майклу 15 лет И я вместе с ним провозглашаем вот эти две декларации Провозглашения Каждый день в нашей жизни мы это делаем вместе Первое, я лидер И у меня есть все, что мне нужно Чтобы делать все, к чему Бог меня призвал Второе, похожее Я лидер И сегодня Я сделаю самое лучшее И еще больше экстра сделаю Чуть-чуть лучше Почему? Потому что в этом заключается Дух Христов Потому что Дух Христов заключался в том, что Он делал все, что нужно было Чтобы предоставить спасение для нас И Он всегда достаточно дает Даже экстра дает Не просто достаточно, чтобы наполнить стакан Но достаточно, чтобы наполнить сполна И даже чтобы переливалось Вот этот Дух превосходства заключается И мы всегда думаем о том, чего нам не хватает Кто живет в вас? Кто живет в вас? А кто Дух Святой? Дух живого Бога Он есть Бог Он есть Бог Он тот же самый, который воскресил Ишуа из мертвых Он живет в вас У вас есть Дух Христов Что бы самое лучшее Поднять И еще сделать экстра Повторите это за мной Повторите это за мной Сегодня Я сделаю самое лучшее И еще чуть-чуть экстра И в то время, когда вы думаете об этом Помните Что с одного дня, переходя в другой день Это лучшее будет выглядеть по-другому Проблема заключается в том, что иногда мы сравниваем друг друга И когда мы сравниваем себя по отношению к другим И с собой Или с кем-то другим Мы теряем цель Но если мы говорим, что сегодня я буду как Иисус Сегодня я буду жить силой воскресшего Иисуса, который живет во мне Я буду делать самое лучшее И еще чуть-чуть экстра Это достаточно для того, чтобы работа была сделана А также еще чуть-чуть лучше Но есть вещи, которые мы можем сделать Которые поможут, чтобы вот это экстра чуть-чуть лучше Поможет нам дальше дойти И я хочу говорить о этих вещах сегодня И первое, о чем я буду говорить сегодня Это о культуре Сколько из вас знают, что каждая организация имеет свою культуру? Ваша церковь Имеет свою культуру Ваши общины Имеют культуру Ваше общество Имеет культуру И культура – это то, что каждый лидер должен знать Это то, что каждый лидер должен знать А также понимать Что вы – это те первые лица, которые влияют на эту культуру Большинство ваших проблем Большинство ваших проблем может решиться изменение вашей культуры И фундамент, на котором мы строим Это является культурой нашего общества И Иисус пришел, и Он положил основание И мы имеем здоровое основание И также фундамент, который построен на Иисусе Христе Но дальше, когда мы продолжаем идти дальше Каждое решение, которое мы принимаем Каждое собрание, которое мы проводим Каждый урок, который мы преподаем Каждое действие, которое мы выражаем публично Все, что мы говорим и даже тон, который мы выговариваем Личности каждым Наши поведения Наши отношения, мысли Наши эмоции Они помогают основывать нашу культуру Развивать нашу культуру Моя жена говорит таким образом Бог не растрачивает ничего Он даже секунду не растрачивает Он не растрачивает ни одного слова Он не растрачивает свое выражение Все, что мы делаем Все, что мы делаем Это помогает нам основывать нашу культуру Давайте посмотрим на место Писания Потому что вы знаете, что изначально Пожалуйста, не поворачивайте, не открывайте место Писания Подумайте вместе со мной об этом Потому что я бы хотел, чтобы мы вместе согласились То, что уже написано в Слове Божьем В то время, когда мы будем говорить, как развивать эту культуру в нашем обществе В нашей церкви В бытие первой главе написано о том, что мы сотворены для того, чтобы быть отображением Бога Бог сотворил нас по образу своему Представьте себе Моисея Представьте себе Иосифа Подумайте о Данииле Подумайте о Павле Подумайте об этих образах, о культурах, о тех личностях, которые творили эту культуру Все, что они делали Как они делали И самое важное, почему они это делали Когда касается вопрос культуры Очень важны вот эти аспекты Что мы делаем и почему мы это делаем Подумайте о Деворе Подумайте о Эстер Подумайте о Сфире Подумайте о Марии, о маме Иисуса Или о тех женщинах, которые служили во времена Иисуса, которые жили тогда на земле Что они делали Как они делали И почему они это делали И это влияло не только на их жизни Но также на жизни тех людей, которые были вокруг них И это влияло не только на их церкви И на верующих того времени Но также и за пределами И мы сегодня можем согласиться Что в то время, когда мы думаем об этих вещах Это важно, чтобы мы обращали внимание На культуру И разрешите мне напомнить всем нам, что означает культура 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 В нашей группе Это очень важные вещи Если культура не имеет ценности И если эту культуру не защищать Тогда очень легко, чтобы проблема поднялась И тогда она будет влиять на лидерство Сколько из вас были на служениях и на лидерских И вы приходите к одному соглашению И вы уходите с этого собрания А потом вы выясняете, что после этого собрания Там было пять различных мнений Хотя вы согласились об одном Но на самом деле вышли с пятью различными мнениями И вот вы основной лидер И вы говорите примерно такое Ну, я думаю, что если я хочу, чтобы было так правильно сделано Мне придется самому сделать это Вот это ваша культура И это значит, что каждый лидер в вашем присутствии Будет жить с этим И будут ведомы этим Почему? Потому что от избыта вашего сердца Ваших уст Вы сказали И вы можете сотни раз говорить, что я хочу создать команды И я хочу, чтобы было много замечательных лидеров Чтобы поднялись в нашем окружении Just like Ephesians chapter 4 verse 11 says Прямо как в Ephesians 4 глава 11 стих сказано Но когда на практике Это не ваша культура Ваша культура Если я хочу, чтобы сделать что-либо правильно Мне тогда нужно сделать это Но если это ваша культура И вы хотите, чтобы небесная культура была В вашей команде лидеров Вы можете изменить Но вам нужно самому первую очередь быть готовым к изменению И вам нужно покаяться Когда мы говорим покаяться Мы говорим Ой, ой я Ой, ой я Ой, ой Ой, ой Я не знаю, что здесь говорят Но мы говорим так Если кто-то начинает учить на такую тему Вы останавливаете учение И ты наступаешь на мой больной мозоль Понимаете, да? Есть такое у вас выражение? Ты сейчас наступаешь на мой мозоль Ты не наступаешь мне больше чувствовать Мне уже неприятно то, что ты говоришь Ты мне больно делаешь Но «покаяние» — это очень простое слово Это просто означает, чтобы измениться в разуме Мы это делаем каждый день Вы меняете свое мнение каждый раз Сколько из вас женаты? И вы идете домой И жена ваша говорит «Я не хочу, чтобы ты делал таким образом» И вы каетесь Вы меняетесь Вы меняете свое мнение Потому что вашей жене не нравится то, что вы делаете Очень легко покаяться Если мы понимаем, что изменять то, как мы думаем Поменяет нашу культуру Это может касаться лидерства Это может касаться любого аспекта нашей культуры Вот в чем заключается Вещи, которые мы ценим Они еще не написаны нигде И если вы не написали, то напишите Те вещи, которые мы ценим больше всего Они становятся нашей культурой Ценности Разрешите мне пример привести Сколько из вас ценят то время, что нужно поспать в обед? Для вас это важно поспать в обед Вот где-то сейчас Вот примерно в это время Это ваше время отдыхать Я не знаю, сколько сейчас время, но Где-то 4.15 сейчас Сколько из вас в это время В субботу в 4.15 Примерно вы спите в это время Спасибо, что вы откровенны сегодня Если вы цените сон И каждую субботу в 4.15 Вы ложитесь спать, отдыхать И если кто-то подойдет к вам и говорит Слушай, давай встретимся в 4.15 Но вы в это время Для вас это ценно поспать в это время Если вы на самом деле цените сон Вы скажете У меня уже встреча в 4.15 Вы даже два раза не подумайте Вы даже не будете думать дважды Но вы сразу скажете У меня есть встреча в 4.15 Потому что для вас это важно и ценно Иметь сон 4.15 В субботу Почему? Потому что для вас важно Кто вы есть Почему вы есть И для чего вы это делаете Для вас это важно И это ваша культура И это говорит о том Что вы понимаете Библейскую идею покоя Потому что если вы не отдыхаете Вы тогда будет износ сил Сколько из вас уставали? Да? Сколько из вас отдыхали? Сколько из вас говорит Что ничего страшного Я отдохну когда я умру Вы умрете намного раньше Разве что вы научитесь отдыхать Это правда Потому что Бог ценит покой Как мы знаем о том Что Бог ценит покой Многие люди говорят Потому что он творил 6 дней А потом он отдыхал Но если вы читаете Библию Вы осознаете что это неправда Было утро и был вечер И Бог отдыхал И он отдыхал даже во время творения И он отдыхал даже во время творения Поэтому он начинал день с заката Чтобы напомнить нам Что мы должны отдохнуть В первую очередь А потом мы работаем Он говорит Ну покажи мне еще место в Писании Где написано о покое Те которые ожидают Господа Они обновятся в силе Они будут летать Расправят крылья как орлы И полетят Они побегут И они не устанут Они будут идти И они не устанут И что Псалом говорит Научи меня Господи Научи меня Господи Ожидать Большинство из нас читает это Писание И думает Мы будем ходить И как только мы будем быстро 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 ходить Мы начнем бежать А потом мы будем летать Но это не то что Библия говорит Библия говорит Ожидай в начале Полети в начале Полети в начале Получи отдых Господи в начале А потом беги И потом не упади Потом ходи И не упади в оморок Я использовала один пример Практичь, который можно применить для каждого лидера Цените ли вы покой? И вы будете делать То, что вы цените И если вы знаете Почему вы цените То, что вы цените Я хочу поделиться с тем, что мы ценим в церкви Gateway Этот лист ценностей Это из мест Писания И мы хотим защитить эти вещи Но в протяжении 20 лет нашей церкви Мы пришли к пониманию, что существует 12 ценностей Это не просто те вещи, которые мы всего лишь говорим У вас есть это выражение? Это выражение, что много говорить? Бла-бла-бла 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 Есть у вас такое выражение, что ты бла-бла-бла Типа говоришь и говоришь Что это за выражение означает? Означает, что каждый раз, когда я вижу, что ты говоришь, все, что я слышу, что выходит из твоих уст, и то, что я вижу, то, что ты делаешь, это две разные вещи. Поэтому оно звучит вот так. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла. И если кто-то говорит бла-бла-бла, это нехорошо. Правильно? Эти вещи, о которых я сейчас буду говорить, это не просто то, что говорится просто. Это эти ценности, которые мы целенаправленно защищаем. Мы защищаем. Мы делаем все необходимое, все, что от нас зависящее, перед Господом, чтобы убедиться, что эти ценности имеют ценность в наших сердцах, в первую очередь, так же, в последующем, как мы имеем взаимоотношения. Now, just for a moment, I'm going to speak to the pastors. It's not to the exclusion of anybody else in the room. But pastors, what you value, что вы цените and what you express that you value and what you live that you value are the things that your wife and your children will value. And then your family becomes an expression of healthy values to the church. Now, listen, all leaders. This is not performance. And it's not perfection. It's value. It's we do everything we can possibly do to see these values be a part of our lives. The first one is unity. So, how do we express unity? Well, Psalm 133 gives us a biblical insight into that. When brethren dwell together in unity, there's anointing that flows from the head down onto the beard Right? Down the beard If you don't have a beard off your chin onto the garments down to the feet Is that right? Okay. So, what does unity look like practically? Well, here's one. Relationships взаимоотношения have priority имеют приоритеты over issues над ситуациями. Relationships have priority всегда имеют приоритеты over issues над ситуациями, над проблемами. How many of you in here have ever made a mistake? You were given an assignment вам было дано задание and the assignment was whatever you do make sure you do this and you forgot and you forgot and you're thinking oh man I do not want to call pastor and tell him or her I forgot it will be the last time they give me an opportunity to do anything I forgot to shut the lights off could be something that simple I forgot to lock the door whatever the case may be relationships have priority over issues it doesn't mean we don't take care of the issue it doesn't mean we don't of the issue it means when we value the relationship more than the issue it означает что мы все равно будем ценить больше отношения чем проблемы that the way we take care of the issue will be different so we value unity мы будем ценить взаимоотношения и это будет делаться в единстве I might go into these a little bit deeper a little later on может быть я чуть глубже затрону эти вещи чуть-чуть позже но сейчас из-за времени я буду называть несколько вещей и буду говорить примеры но лидеры особенно те лидеры у которых есть дар у него видеонеров вы и та форма управления церкви которую вы выбрали вы в ответе за передачу за снаряжение за исполнение приложения ценностей которые вы сформировали и вы можете говорить я не хочу это говорить мне легче так сказать что нужно делать и когда я хочу чтобы это было сделано и если они будут просто послушать они будут делать то что я скажу им когда я скажу им это сделать то это ваша культура и это вы получите результат но это не будет мирно проходить это все и если вы цените единство это не будет творить единство вы можете иметь армию и у вас будут солдаты и будут они делать то что вы им скажете делать но у вас не будет общества где будет община где будет любовь где будет уважение и люди которые и не будет людей которые будут поддерживать ваши спины которые не будут защищать вас когда вы упадете не будет никого кто бы поддержал вас вот еще что мы ценим смирение James chapter 4 и Якова 4 глава 6 стих что Библия говорит Бог противостоит гордому противиться европейский футбол знаете такую игру и вот ребята они и они уже в зоне атаки и защитник выходит неоткуда он не пытается мяч спрятить а защитники они пытаются защитить свою территорию а нападающие это их задача нападать и защитник падает когда нападающий нападает и тогда пенальте вот что Бог делает нам и он говорит желтая карточка когда мы не смиряемся желтая карточка противостоит он противится гордым да но Боже я же так я же пастор желтая карточка тебе пастор Боже ну я же основной лидер прославления желтая карточка тебе Боже ну я же тот человек который пастор говорит чтобы в воскресной школе учителя делали желтая карточка тебе не имеет значения в какой позиции ты находишься или какой титул ты несешь но если мы не ценим смирение желтая карточка что это значит это предупреждение осторожность чтобы напоминать нам что если вы хотите благословения Господа что пребывало в вашей культуре ходите в смирение и сохраняя время и я осознаю что я сейчас проговорил только о трех вещах из двенадцати лидер мне дал еще десять минут это то что вы сказали да десять минут еще и я покрою еще пару хочу задать вам вопрос это вам помогает то что я сейчас говорю это помогает это ободряет вас немного потому что у меня есть очень много записей здесь сотни страниц я бы что-то другое сделал бы я не хочу это делать но я хочу знать что это вам помогает то что я говорю вам если это поднимает ожидание то улыбнитесь мне пожалуйста то что я говорю вам это нравится и полезно улыбнитесь мне пожалуйста если это что-то внутри поднимается внутри вас что-то доброе я хочу чтобы то общество в котором я работаю имело культуру чтобы она была настолько близка к небесной культуре оставаясь здесь на земле и которая была бы ведома присутствием Бога проявляющей присутствием Бога присутствием Духа Святого силой Его Слова и славой Божьей которая пребывала бы среди нас that's what makes the church вот что делает церковь славной и привлекающей is when we're as much like heaven's culture as possible чтобы мы были намного ближе похожи на небесную культуру иногда мы experience those difficulties иногда мы проходим через трудности и мы говорим что происходит what's the use в чем ценность есть ли смысл во всем этом not only do I need to do it myself всего лишь не только я должен это все сам делать I'm just gonna stop trusting people я просто буду перестану доверять людям pastor have you ever said that to yourself I'm just going to stop trusting people you're in big trouble if you stop trusting people you're in big trouble say that to yourself if I stop trusting people I am in big trouble because I don't know if you looked around recently I'm gonna tell you a secret your church is full of people you're gonna have to trust them you're gonna have to trust them and when you trust people you develop your church's culture you're gonna have to trust them you're gonna have to trust them and when you trust them okay here's another one and this you know again these are all biblical I don't know about you but we still use the bible in our church я не знаю как вы но мы все еще используем библию в нашей церкви it's a novel idea it's a novel idea это очень такая это очень уникальная идея вообще-то использовать библию вот еще одна ценность которую мы защищаем сострадание филиппийцам 4 5 кто-то сейчас если имеет библию прочитайте пожалуйста 4-5 филиппийцам громко прочитайте давайте читайте сострадание это значит что кротость я тут говорю в бутылку вместо микрофона он говорит сострадание кротость это очень важно и в оригинале используется и слово сострадание вот кротость очень часто когда мы думаем о сострадании мы думаем что это относится людям которые они бедные или люди которые едут на миссионерскую работу или люди которые выходят чтобы за них помолиться но если мы не сострадательны друг по отношению к другу как лидером и тогда когда мы стоим на платформе и мы обращаемся в общине Иисус учил нас как быть сострадательными и вдруг микрофон не работает правильно и мы говорим техническому человеку исправь это немедленно сейчас 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 это сострадание и вы знаете что Иисус научил нас состраданию и на следующей неделе мы поедем на евангелизацию милосердия the congregation is going вообще надо думать что о чем он говорит что you see how important it is очень важно чтобы мы жили здесь сначала внутри если здесь мы внутри живем этим и если мы не показываем милосердие сострадание это нормально чтобы лидер менял свое мышление ну чтобы менял мнение имеется ввиду покаяться это означает что он будет говорить так что я буду делать то что я намерился делать чтобы говорить сострадательно с каждым человеком церкви не имеет значения кто бы этот человек не был не имеет значения почему так не имеет значения что бы это не было и когда мы все будучи лидерами по-настоящему будем ценить что-то и когда мы будем жить этой жизнью это будет изменять нашу культуру и внезапно нам уже не придется менять или изменять людей ту культуру которую мы ценим потому что мы уже будем жить этой культурой и когда мы будем жить они это видят они это слышат они прикасаются они переживают и это не то что апостол Иоанн говорил все что мы видели своими глазами все что мы слышали своими ушами все что мы прикасались своими руками Иоанн помазанный Христос живой хлеб Иоанн James is going to come after the coffee break and speak и James подойдет после перерыва и then at the end of or at the beginning of my next session if you have some questions about values и в начале перед тем как я начну потом продолжу свою секцию если у вас будут вопросы пожалуйста подготовьте вопросы относительно того что я уже говорил сейчас I'm going to take questions for the first 15 minutes первые 15 минут я готов буду ответить на все ваши вопросы of my next session в следующей секции которой я буду говорить about this one об этом but first and what's most important но самое важное is for you to ask the Holy Spirit right now what are you saying to me? Holy Spirit what are you saying to me? Would you speak to me right now? Would you impart something to me right now? What are you saying to you? Now let's just listen давайте сейчас послушаем and let's just listen and let's just listen to you and let's just listen Продолжение следует... Господь, мы благодарим Тебя за Твое присутствие. И мы просим Тебя, Боже, что в следующие часы сегодня и завтра в обед что Ты будешь продолжать говорить к нам. И что мы бы имели понимание. И мы благодарим Тебя, что Вы дали нам Дух Премудрости. И Дух Понимания. И Господь, мы просим, чтобы Ты умножал в нас. И что Вы сделаете наш сердце большой место для Твоего присутствия. пребывающего. Можем мы сейчас сказать? Господь, сделай моим сердцем большим плацдармом для Твоего присутствия. Спасибо, Господь. Валентин попросил меня повторить эти ценности, которые я упомянул. И первое, что я упомянул... Единство. Единство. Филиппийцам 4, verse 5. Is that good? Okay. Very good. Hey, give yourselves a big round of applause. Поклопайте, давайте аплодисменты себе сделаем.